Здравствуйте! В эфире программа «Энергетика». Я, Вера Красова, и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в отрасли. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. От 50 и выше. Как решение о заморозке добычи отразится на стоимости нефти? Газовые артефакты. Как устроена подстанция Суджа на границе с Украиной? Теперь сюда с экскурсией может попасть каждый. А также, что нам стоит ледокол построить? Мы побывали на уникальном корабле, который совсем скоро отправится работать в Обскую Глубу. И начнем с главной темы последних дней. Поистине историческое решение ОПЕК, а также стран-производители нефти, не входящих в картель, о сокращении добычи черного золота в сумме на миллионы 800 тысяч баррелей в сутки. Ждет ли нас дефицит нефти и сколько она может стоить через год? В материале нашей программы. После практически двухлетнего периода ценовой войны соглашение о сокращении добычи подписано. Сначала организация стран-экспортеров нефти решила воздействовать на рынок нерыночным способом для того, чтобы удержать цены на приемлемом уровне. А после документ подписали еще 11 нефтедобывающих государств, не входящие в картель. По итогам встречи в Вене ОПЕК сократит добычу на 1 миллион 164 тысяч баррелей черного золота в сутки. Еще 558 тысяч баррелей обязались сократить независимые государства, чем доказали, что не хотят больше скачков и большой волатильности нефтяных цен. Рынок, который до последнего не верил в успех сделки, отреагировал мгновенно. Рынок фьючерсов – это рынок ожиданий. И поэтому то позитивное настроение на рынках, которое царило после подписания данного соглашения, следует отметить это как некая эйфория рынка. И на этой эйфории мы знаем, что пробивалась отметка в 57 долларов за баррель. Я не исключаю, что в ближайшие дни может пробиться отметка и 60 долларов за баррель. Но говорить о том, что наметился устойчивый тренд на ускоренный рост нефтяных цен выше отметок 58-60 долларов, я бы не стал. Дальнейшее движение нефтяных цен будет определяться тем, как соглашение, подписанное 10 декабря, будет реализовываться. То есть какие именно механизмы сокращения предложат эксперты, а главное, как будет выдерживаться дисциплина со стороны участников сделки. Неожиданно было само соглашение ОПЕК о сокращении добычи, потому что многие аналитики считают ОПЕК бумажным тигром, который не в состоянии договориться о чем-либо. Еще важный вопрос стоит не только о самих договоренностях, но и о том, насколько они будут претворены в жизнь. И поэтому важно, что на этой встрече было решено создание координационного комитета, специально контролирующего органа, который будет обеспечивать исполнение решения ОПЕК. Это тоже очень важно. Поэтому действительно, эта сделка и внутри ОПЕК, и со стороны не входящихся в членов ОПЕК, это до исторической договоренности. Возможно, ОПЕК из бумажного тигра станет действительно каким-то реально действующим механизмом, реально действующим картином. Есть еще как минимум один фактор, от которого зависит будущее нефтяного рынка. Как на соглашение будут реагировать Соединенные Штаты Америки? Как и Канада, в силу специфики нефтяного бизнеса в переговорах о сокращении добычи они не участвовали. Но рост цены выше 55 долларов за баррель отразится на всех. Ведь при таких ценовых уровнях американская сланцевая нефтедобыча может начать оперативно восстанавливаться. С учетом того, как они быстро ушли, я думаю, что максимум 2-3 месяца, и данный объем будет опять присутствовать на рынке. Мы на самом деле не знаем, как она себя поведет. Будет она, не будет. Будут притоки. То, что были притоки в 2012, 2013 и 2014 год, не факт, что они будут в 2016-2017, как они себя поведут. То есть тут очень много факторов, начиная с геологических, заканчивая стоимостью денег и решениями господина Трампа о том, что будет он или не будет. Поэтому сложно прогнозировать. Соблюдение соглашения участниками, по мнению аналитиков, может привести рынок в баланс уже во второй половине 2017 года. Цена за баррель тем самым может вырасти и выше 60 долларов. Если США начнут активно наполнять рынок своей нефтью сланцевой, ОПЕК соберется вновь. Ведь соглашение сегодня заключено на полгода. Именно для того, чтобы по истечении этого периода проанализировать ситуацию и, если понадобится, принять новые меры по корректировке цен. В России появился музей транспорта газа. Место для него, подмосковный поселок Газопровод, выбрано не случайно. В 1946 году здесь открылось здание управления и эксплуатации первого в России газопровода. Он снабжал газом всю Москву и Московскую область. Музей магистрального транспорта газа единственный не только в России, но и в мире. Его открытие приурочено к 70-летию российской газотранспортной системы. Экспонаты здесь уникальные. Это ротор нагнетателя, а это фрагмент стальной трубы диаметром 325 миллиметров. Труба эта была смонтирована на 396-м километре газопровода «Саратов-Москва», который был запущен в 1946 году. На площади тысячу квадратных метров в десяти залах – вся история российской газотранспортной системы. Те результаты, которые сегодня есть у «Газпрома», они достигнуты благодаря труда многих поколений газовиков. И в первую очередь, конечно же, музей дает полное яркое представление о том, когда, в каком десятилетии, что было сделано. Уникальные исторические артефакты – газовые резаки разных лет, держаки и первые очки для электросварщиков. Эта инсталляция наглядно показывает, каким может быть максимальный диаметр трубопровода газотранспортной системы России. Это макет трубы 1400 миллиметров и запорный кран. Кстати, именно такие трубы на газопроводе «Силы Сибири». Рассмотреть многочисленные газораспределительные станции можно в виртуальном режиме. Указать на любой из объектов или приборов станции и прослушать короткий комментарий, что это такое и, главное, зачем это нужно. А теперь к теме современных газовых магистралей. Турецкий поток будет построен строго по графику. Как заявил в интервью нашей программе глава «Газпрома», все необходимые разрешения для реализации проекта получены. Самое главное – получили разрешение на строительство уже первой нитки. Нами был определен подрядчик для строительства первой нитки газопровода «Турецкий поток». Это компания «Олсис». При этом контракт подписан таким образом, что эта компания имеет опцион на строительство и вторую нитки. Строительство начнется во второй половине 2017 года. И у нас нет никаких сомнений, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут построены до конца 2019 года. Специально для «Турецкого потока» будут изготовлены принципиально новые российские трубы, которые позволят обеспечить рабочее давление до 300 атмосфер. Такое рабочее давление необходимо, чтобы поставлять голубое топливо по протяженному морскому газопроводу на глубине до 2150 метров. Диаметр трубы составит 813 миллиметров. На днях на воду был спущен самый мощный дизель-электрический ледокол в мире. Как создавалось судно и в чем его уникальность – в репортаже Артема Ямщикова. Ледокол, который не только давит лед собственным весом, но и режет движущими винтами. Может работать в условиях льдов выше 2,5 метров. Таких судов в мире нет. А еще в любых погодных условиях может поворачиваться на 360 градусов на одном месте. Как бы упирается в воду, тем самым не давая себя сдвинуть ни ветрам, ни штормам, ни чему. Это самый мощный из дизельных ледокол Александр Санников. 3000 километров от Москвы до Салихарда, еще 300 – до Обска губы. На ее побережье, поселок Мискаминой, отправная точка морского движения нефти в Европу с Новопортовского месторождения, одного из самых северных в России. Доставка нефти покупателю – краеугольный камень добычи за полярным кругом. 8 месяцев в году Обска губа подо льдом, причем толщина его до 2 метров. Если в глубоководной части нефтяным танкерам путь прокладывают большие атомные ледоколы, то вблизи этого наливного терминала на мелководье действовать приходится с ювелирной точностью. Терминал – это уникальное строение, специально спроектированное под условия работы в Обской губе. Танкер проходит к нему, удерживается специальным ледокольным судном, и, соответственно, идет заправка танкера. Ледокол для таких задач должен быть относительно небольшим, но мощным, а главное – маневренным. Два таких, класс «Айсбрекер-8», сейчас строят на верфи Выборге. Две винторулевые колонки на корме и одна винторулевая колонка на судно, которые позволяют маневрировать вблизи терминала, разворачиваться буквально на одном месте на 360 градусов. Буквально замирает на месте ледокол сможет за счет особой конструкции винтов. Они поворачиваются друг от друга в разные стороны и удерживают корабль на одном месте, как бы в распор. Для этого каждым винтом будет управлять отдельный двигатель – азипод. Мы находимся в помещении кормовых азиподов. Здесь их два, каждой мощностью по 7,5 мегаватт. В носу расположен третий азипод, который мощностью 6,5 мегаватт, который, собственно говоря, предназначен для фрезеровки льда. Новейшей системы автоматики позволяет увязывать в себя и все три азипода, и подруливающие устройства, и действовать ими как единым целым. Помимо основной функции, ледоколу предстоит тушить пожары и даже проводить спасательные операции. Для этого на воорту появится современный медицинский блок. Но в случае необходимости пострадавших можно эвакуировать на вертолете. На верхней палубе, на верхнем ярусе будет располагаться вертолетная площадка, способная принимать все типы вертолетов, включая и такой, как Ми-8. Открытая часть палубы, где еще две функции ледокола выполняются, это функция суднообеспечения, когда на него могут быть погружены контейнеры с продовольствием, с оборудованием. Также эта палуба предназначена для расположения оборудования ЛАРН. Это система по ликвидации разливов нефти. Рядом с открытой палубой помещение лебедки. С ее помощью ледокол сможет буксировать сюда любого класса. А левее от нее, рядом с выступающей, живой частью, сердце ледокола. Машинное отделение. Тут расположится четыре больших дизельных генератора, мощностью более 20 мегаватт. В ближайшие дни их установят через вот это отверстие сверху. Степень защиты всего электрооборудования в данном помещении не ниже IP40. Оно, по сути, будет являться, наверное, наиболее самым шумным. Здесь применена полностью по периметру система изоляции. Из данного помещения будут уходить самые большие кабели, которые будут питать, собственно говоря, азиподы и подруливающее устройство. И все судно в целом. Без заправки ледокол сможет находиться в плавании целый месяц. Все это время он будет работать по принципу нулевого сброса. Когда отходы утилизируются только на берегу, экипаж, а это 35 человек, на борту будет не только работать, но и отдыхать. Длина ледокола Александр Санников 120 метров, как в футбольном поле. И хотя очевидно, экипажу здесь будет не до игры в мяч. О спорте тут тоже подумали. И вот в этом помещении появится спортивный зал. Пока это только всего лишь металлические стены. И позже тут появятся тренажеры, боксерская груша и даже теннисный стол. Задачи персонала разные. От сопровождения танкеров во льдах до спасательных операций. Но и потому хорошая физическая форма не помешает. Два ледокола, которые строит «Газпромнефть», будут переданы заказчику уже в будущем году. И после необходимых испытаний тут же направятся к месту постоянной работы в обскую губу. И это все, о чем успели рассказать вам в этом выпуске. Оставайтесь на «России-24» и заряжайтесь нашей энергетикой.